Друзья, всем привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать очередную самоделку. Самоделка у нас будет из старого огнетушителя. Сделаем мы из него аптечку, так как было огнетушитель выкинуть жалко, аптечка в мастерской может и пригодиться. Как я это делал, давайте посмотрим видео. Так что всем приятного просмотра. Ставьте лайкосы, комментируйте, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался. Ну а я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Ну а основой сегодня самоделки у нас будет такой вот огнетушитель. Номер один. Видите, он немножечко потрепался, повалялся у меня. Так, ну давайте попробуем сейчас его открыть и посмотрим, что у нас получится. Что будет, если мы... Ах! Сорвал! Все, нажимаем. Так, глаза в сторону. Бабах! И ничего не происходит. Да нет, конечно же, он пустой. Валялся на меня давным-давно. И я его выпустил, когда там было в нем давление. Так, ну сначала я все это вытру. Ну вот, отличный аппарат. Даже смотрите, как держит там свою эту... Бачком умеет стоять. Ну, сейчас я его размечу. Будем резать. Четко исходя из прямой линии этикетки. Прочертил. Так же я сделал здесь, с этой стороны. Только в обратную сторону, потому что нам сильно большое окошко не нужно. Вот так вот. Этикетку срезаем. А вот так вот. Ну вот, наш баллон остался без опознавательных знаков. Так же я с него выкручивал манометр. Выкручивается элементарно. Просто взял пассатижем и выкрутил. Чеку и манометр убираем в сторонку, потому что нам это тоже все пригодится. Мы все это по итогу сделаем. Все будет четенько. Так, это тоже сейчас все вытащим. Все убираем. Теперь что нам остается сейчас разрезать. Было принято зажать тисочки, потому что все-таки его не удержишь одной рукой, а болгарку лучше держать двумя руками. Ну все, отрезаем. Продолжение следует... Вот, штука получилась. Сейчас трубку эту убрать. Ладно, там ключом надо будет все это. Сейчас я все это наждачечкой уберу, чтобы не было этих заусенцев, чтобы руки не поранить. Потихонечку огнетушитель начинаем приводить до ума. Хотел я манометр за кадром немножко шлифануть, но начал делать. Оказывается, везде обман, что тоже это покрыто краской. Сейчас я немножечко обработаю, покажу, что получается по итогу. Ну вот, как всегда, я использовал кучу наждачек. Зато вот получилась такая вот красота. Все блестит, огонь. А ну раз пошла такая свадьба, было принято решение уже все вот эти бронзовые, фигонзовые места привести в порядок, чтобы это все было в аналогичном. Все получилось четненько, все механизмы я полностью шлифанул. В общем, все. Этот механизм я откладываю в сторонку. Взял вот такие петельки. Правда, больше не было, не нашел. Средних нету. Есть либо большие, есть вот либо маленькие. Средних нету в нашем доблестном городе. Вот, ну что я сделал? Я отметил отверстия, все одинаково. Сейчас я захерню. Так, ну я огнетушитель поставил в серединарный станок. Сейчас немножечко... Так. Продолжение следует... Так, вот что-то я подвесил, сейчас будем грунтовочкой покрывать все это. Теперь беру красную эмаль и покрашу сейчас красную все цвет обратно. Ну да, скажите, какой смысл было с красной перекрашивать в красную? Ну, хотелось, чтобы цвет был более насыщенным и все новенькое. Смысл какой? Хочу разрезать все это аккуратненько и вставить вовнутрь. Получится, не знаю, посмотрим. Да, как видите, немножечко я похимичил. В общем, я вот так вот все это сделал. Как вы помните, я все это шлифовал, да, все это вот блестит, как новенькое все. Прям сам очень доволен этим. Только немножко оно протереть. Лежало на холоде. Сейчас немножечко запотело. А так классно. Все в первозданном виде, как говорится. Друзья, ну вот самоделка наша уже подходит к концу. Ну, я тут в процессе придумал еще несколько. Помните, такая была трубочка, которая к нам была подлиннее? Я ее отрезал. Сейчас возьмем. Нарежем внутри резьбу 12. Вот заодно и проверим, работает ли. Ну, в принципе, это в пластике, да, как бы тут. Я думаю, зажим с пластиком-то, конечно, вообще он на ура справится. По итогу сажал тиски в трубу, потому что пассатижами не удержишь. Вот таким способом накрутим резьбу сейчас. М12 у меня здесь будет внутреннее. Так, теперь берем наш огнетушитель. Трубочку отложили в сторонку. Берем дверку. Так, взял я петелечки. Две штуки у меня. И будем сажать-то все на заклепки. Вот получается у нас такая вот дверочка. Все открывается, все чики-пуки. Видно там хоть на камеру? Не видно. Так, значит, зачем же нам была нужна трубочка вот эта? Мы сейчас ее снутри вот сюда вот закрутим. Друзья, на закатом я нарезал таких два круга. Первый круг мы сейчас вот сюда вот вниз. Это будет у нас здесь. Здесь есть бортик, и оно будет на нем лежать. Вот. И в ту трубочку, где мы нарезали резьбу, возьмем сейчас, крутим болт. И тоже так же у нас с тобой будет как полочка использоваться. Левой рукой неудобно все делать. Сейчас я это сделаю быстрее правой. Все, вот руки затянул. Получилась такая полочка. А за кадром так же я сделал импровизированную ручку. Это болт и гайки. Здесь я сделал такую штучку, чтобы можно было вот так раз. И все, все закрыто. Теперь осталось повесить и заполнить это все содержимым. Так, ну повесил я вот кронштейн. Все, теперь у нас все висит на месте. Прям как настоящий. Все, полочки сейчас я поставлю сюда содержимое. Все четко. Ну а сам необходимым сейчас поставим, в первую очередь, у нас будет пелеки стоять. На шатырчику поставим. Также есть зеленочка. Зеленочку можно поставить. Всячески легкопластыри. Они уж точно могут пригодиться в мастерской. Ну и, конечно же, есть у меня бинты. Оставим сюда еще бинтов. Ну вот. Все. Можно еще, конечно, наклеечку сделать. И вообще будет четко. Так что всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok